Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну ты же сам понимаешь, времена такие как бы ничем не брезгуем, деньги на донат нужны. Вот открыл свое небольшое дело, деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой, билдосик подождет. Х-хе, бой, билдосик подождет. Х-хе, бой, билдосик подождет. Х-хе, бой, билдосик подождет. Капания не так долго представляет. Поворот не туда. Или что не так у Алодов с Варфейсом? То есть пацаны обещали понерфить имбелл, а в итоге его апнули. Есть такое, Капитан Очевидность? Как минимум на паблике жарить этот ствол стал еще сильнее. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и Варфейс. Игра года, десятилетия и вообще всех времен и народов. Обсудить, друзья, нам предстоит имбелл. Я уже высказывал свое мнение об его изменении, так скажем, нерфе, как, наверное, планировали разработчики. Однако одно дело играть в комнате на 6 человек на ПТС, и совсем другое дело ощутить весь сок и смак нагиба на сервере основном. Поиграл я с имбеллом, поиграл и против него. И я вам скажу так, друзья, пушка стала проще и даже интереснее. Поскольку уменьшили отдачу и тряску, нагибать теперь с него сможет ну просто тупо каждая рука жопа. А если учитывать, что в тело он спиливает просто охренеть как быстро, то что-то я сомневаюсь, что пушку-то в итоге нерфанули. А мне вот пацаны говорили, что это больше не мета по-любому. Знаю, Капитан Очевидность, я такое мнение тоже слышал. Поговаривают, мол, кибершпротом имбелл теперь не нужен будет. Граната летит слишком медленно, плюс надо просчитывать баллистику. И вроде даже как радиус поражения стал чуточку меньше. Ну, во-первых, друзья, он действительно стал всего лишь чуточку меньше. И как он жарил на приличной области, так примерно и жарит. И он всё ещё прекрасен в кавычках в ситуациях, когда можно просто пульнуть гранату, зная, что вот тут вот где-то сразу за углом находится противник. Например, куда-нибудь в плен. Два и три имбелла всё так же прекрасно, ребятки, жарят на РМе. И опять же, учитывая то, что сама пушка именно как штурмовая винтовка, вне подствола, стало очень даже себе ничего. Такой нерф представляется весьма сомнительным. И что бы там ни делали и не думали кибершпроты, не стоит забывать, что у нас в основном играют-то не киберспорт, а банальные РМы и паблики. И вот на этих самых пабликах какого-то грандиозного сокращения количества имбелов, а также сокращения их мощи, я не наблюдаю. Более того, меня даже как-то чаще стали перестреливать с этой пушки. Что, как вы понимаете, жопобой. Понял? Ты решил наныть ещё один нерф. Ни в коем случае, капитан Очевидность, я не предлагаю прямо сейчас этот имбел фиксить. Ещё сильнее нерфить. Нет-нет-нет-нет. Я предлагаю немного выждать. Посмотреть, конечно, что будет в кибершпроте. И тут важно учитывать, что у нас определённая часть игроков, да, она как бы смотрит на кибершпрот, мечтает стать кибершпротом и на кибершпрот будет равняться. Если там эта пушка вылетит из меты, то действительно количество немного сократится. Не так, чтобы, я думаю, очень, но это будет иметь место. Не исключено, что разработчики ведут какую-то новую броню, и имбел опять же как бы от этого пострадает. А большинство игроков, как вы понимаете, только выиграет. Однако это тоже не факт. В общем, честно говоря, что делать с имбелом, нерфить его ещё сильнее, пока непонятно. Я предлагаю немножко выжать. Пару недель, месяц посмотреть, как ситуация будет развиваться, и на основании этого уже предпринимать какие-то действия. Но самая главная тема, друзья, которую сегодня хотелось бы, вне всяких сомнений, затронуть, это куда же, сука, мы свернули. А свернули мы точно не туда. И причиной тому наши любимые, ну вы понимаете, Алодусы, разработчики нынешней WorldPace. Я не буду вдаваться в какой-то глобальный хейт, потому что, собственно говоря, есть и за что их похвалить. Хвалить или не хвалить, но Мишаня Хеймзон явно лучше разбирался в этой помойчике. Ну, с одной стороны, ты прав. Да, Миша лучше шарил в этой теме, старая команда, они как бы там вот, вот вроде было лучше. Но, при этом, давайте скажем честно, старые разработчики тоже страдали, скажем так, определенными проблемами, болезнями. Сколько лет мы просили их пофиксить снайпера? Или убрать нокдаун? Они четко отвечали, этого не будет. Сколько мы их просили, я просил вот лично Мишу, Миша, да сделайте нормальную штурмовую винтовку, там, темп хотя бы 650-660. Не будем, имба получится. И вот в этом плане надо признать, Алодусы молодцы, только у них другая проблема, у них перегибы. Ребята, не звонёйте снайпера. Да ясен хрен. Убили нюхуй. Зачем так жёстко? Надо же меру в конце концов знать. Я понимаю, что новая метла по-новому метёт. Это нормально абсолютно. Но, дорогие нынешние разработчики, вы поймите, надо учитывать, скажем так, опыт предков. И многие формулы, которые были выработаны в Warface, прекрасно работают. Они не нуждаются в совершенствовании, понимаете? Их не нужно улучшать. Не надо изобретать колесо там, где оно уже есть и прекрасно функционирует. И не надо ломать то, что хорошо работает. Разработчики как-то обмолвили, что вот вы знаете, мы хотим поводить экспериментальное оружие, где-то вернуть Warface к своим истокам, а также немного переосмыслить баланс классов. Как я понимаю, переосмысление баланса классов, судя по двум новинкам штурмовика, сводится к тому, что штурмовик теперь потихонечку будет превращаться не в совсем того штурмовика, друзья, к которому мы привыкли, а, знаете, такое вот что-то вроде колеса у него, вот как вот этот Армс, как Имбелл. И хочется сказать разработчикам, дорогие мои, это будет катастрофической ошибкой. Ибо весь смак штурмовика, всё удовольствие игры за этот класс, это стрельба в голову. А для этого нужны штурмовые винтовки, лёгкие пулемёты, например, как у нас Шурфайр, с хорошим темпом. Не таким, как у пистолет-пулемётов, где-то вот 650-660, там до 700 максимум, понимаете? Приятный звук, немного трясочки, совсем чуть-чуть отдачи, и вот она великолепная формула, понимаете? Вот эта идеальная комбинация, как у Шурфайра того же, как у Вала, как у Галила, как Грота в какой-то степени, хотя Грот всё-таки ближе к пистолет-пулемётам. Но тем не менее. Именно такая совокупность вот свойств делает игру за штурмовика прекрасной, приятной, интересной. А если штурмовик превратится в снайпера 2.0, только автоматического, поверьте, многие игроки только по этой причине, только из-за этого, попросту из проекта уйдут. Ибо Варфейс всегда этим и выделялся, понимаете? Есть, например, Контер-Страйк, там есть ваншот в голову, но там стрельба такая, знаете, от бедра, такая чисто киберспортивная, передвижение, ну какие-то, наверное, всё-таки медленные, механики такие сложные, на любителя, всё онли киберспорт. А есть, например, Call of Duty, там всё быстро, аркадно так, вау, прямо классно, драйвово, но голову 3-4 попадания надо, как бы, ну так вот, как бы, ну на любителя, для простаков таких, вот, кому просто вот зажать, куда попало, самое то. А вот разработчики Варфейса пошли гениальным путём, они просто совместили то и другое. Вот вам аркадный геймплей, и тут же вам баншоты в голову, скилловые серии всякие, мозголомчики, фастзум из болтовок. И вы знаете, это прекрасно сработало, людям безумно понравилось. И это та самая волшебная формула Варфейса, которая позволяет ему жить столько лет. Ибо Варфейс это гибрид киберспортивного, хардкорного и аркадного простого шутеров. Если же вы будете это менять, например, превращать штурмовика в снайпер с автоматической винтовкой, то в итоге как бы весь маг всё удовольствие потеряется. Необходимость стрелять в голову просто отпадёт за ненадобностью. И эмоции от игры этим классом сразу как-то подусядут и подугаш. Поэтому, дорогих зрителей, я прошу оставить комментарии. Прав я или не прав? Или вам нравится вот этот имбел стайл геймплей? Прав ли я в том, что вот именно вот одна из самых главных фишек Варфейса это совмещение вот этих Counter-Strike каких-то механик с Call of Duty? И это ли держит вас в Варфейсе? А разработчиков прошу комментарии почитать, я вам видос кину, ознакомиться с фипбэком и в конечном итоге всё-таки принять какое-то я надеюсь правильное решение. И ещё раз о разработчиках. Старой и новой команде. Старая команда боялась предпринимать многие необходимые шаги. У вас же, дорогие нынешние разработчики, проблема другая. Вы просто рубите с плеча. И поэтому прошу вас понежнее, не ломайте то, что хорошо работает. А когда придумайте что-то кардинально новое, желательно предварительно посоветуйтесь. Взвесьте всё семь раз и только потом отрежьте. Братишка, не забудь руки помыть. Всё-таки с имбелом играл. Да, кстати, спасибо, что напомнил. Спасибо.